Добрый день, Ирина Мошева в связи с нами. Проверим связь на секундочку. Да, всем здравствуйте, хорошо ли меня слышно? Да, слышно хорошо, видно замечательно, выглядите прекрасно. Итак, Ирина Мошева, партнер Intermark Real Estate, наш эксперт. Сегодня обсуждаем актуальнейший вопрос ВНЖ по финансовой независимости. И первый мой вопрос, наверное, не будет связан непосредственно прямо уж с темой нашей программы. Я пока хочу обратить внимание на вот эту надпись, которая у меня тут постоянно в виде такой бумажки, не очень эстетичной, но тем не менее появляется. Ваши вопросы, Ирине, вы можете задавать сейчас. Некоторые вопросы уже были заданы, мы их обязательно сегодня осветим. Но вопрос мой все-таки связан с тем, что с названием компании, какую компанию, Ирина, вы сейчас представляете, как это правильно все описать. В общем, несколько слов об этом и после этого приступим к главной теме нашей сегодняшней дискуссии. Да, добрый день. Меня зовут Ирина Мошева, управляющий партнер Intermark Real Estate. Под этим брендом мы, собственно, вынуждены поменять, скажем так, название нашей компании в связи с тем, что Savils, наше альма-матер и наше головное предприятие находятся в Англии. И в связи с санкциями в июле, которые были еще дополнены, и наша деятельность по КВЭДу теперь стала попадать под ограничения, нельзя консалтинговые услуги и другие услуги оказывать россиянам. И, собственно, мы вынуждены отказаться от бренда Savils и работаем под брендом Intermark Real Estate. Но, собственно, это единственное изменение, поскольку и юридическая наша структура, наш офис в Москве работает 25 лет, все офисы по миру по-прежнему нам доступны, 700 офисов, 70 стран, вся наша команда и весь спектр услуг, они по-прежнему доступны нашим клиентам. В общем, изменилось название, но весь сервис, все то меню услуг, все эти программы по российской недвижимости, по зарубежной недвижимости, в том числе программы иммиграционные, сервисы, связанные с недвижимостью, оценка недвижимости. Мы являемся лицензированным оценщиком и той инстанцией, которая, в общем-то, и дает банкам, инвестиционным комитетам, да и любому другому запросу официально лицензированный ответ о стоимости недвижимости. Все наши сервисы работают и для российских клиентов, и для клиентов зарубежных, так что я, собственно, вот эту преамбулу знакомства, повторного знакомства, повторного представления выполнила, и, наверное, мы можем переходить к сути нашего вебинара. Отлично. Итак, с чего начнем? Ну, еще маленькое объявление, безусловно, этот вебинар мы выложим сегодня вечером, он уже будет, запись его доступна для всех желающих. Ну, и еще раз подчеркну, если кто хочет задавать вопросы, задавайте, они с некой задержки до меня дойдут, и Ирине я их, безусловно, оканслирую. Итак, Ирина, ну, вот начнем, наверное, с общего вопроса, если мы говорим о гражданах России, вообще крупными такими мазками, какие программы иммиграционные вообще сейчас еще остались доступны и какие ушли, вот, в двух словах буквально. Да, ну, собственно, все иммиграционные программы мы делим на два, собственно, блока, это паспорта и виды нажительства, которые там впоследствии могут привести к паспорту. Из паспортных программ через инвестиции сейчас доступны четыре для россиян, среди карибских стран работает только Гренада, все остальные программы приостановили работу и прием заявок от россиян, белорусов и украинцев. И периодически, в общем, какие-то возникают слухи, даже недавно Антигуа и Барбуда, эта страна возвращала прием заявок от граждан России, немножко поработала и опять приостановила прием заявок. Таким образом, по карибам доступна Гренада. Одна из самых популярных программ, которая, так сказать, своего пика достигла как раз после 24 февраля, это программа гражданства Турции. Когда за инвестиции в недвижимость сейчас от 400 тысяч долларов, до 12 июня было 250, программа подорожала, но больше никаких изменений не произошло. 400 тысяч в объект недвижимости и это паспорт Турции. Доступна еще Черногория. Черногория работает официально, это программа до конца этого года, поэтому обращаю внимание, если кто-то об этом задумывался, нужно срочно принимать решение и подавать заявки. Заявки от российских заявителей принимают, мы тоже, естественно, очень много заявителей подавали. Были разные сложности в начале года, после завраля, но вот они были разрешены летом и сейчас заявления принимают. И самое главное, те заявители, которые были поданы в прошлом году россияне, получают паспорта. И еще доступна Вануату, но немножко такая бесполезный паспорт, не буду тратить на него время. Итого, Гренада, Турция, Черногория, Вануату, паспортные программы за инвестиции, доступные россиянам. Теперь про ВНЖ. В ВНЖ, собственно, есть несколько способов получить ВНЖ другой страны. Первое, это инвестиционный способ, в частности, есть такая программа «Золотые визы». В Евросоюзе было пять стран, и из них сейчас активно действуют три. Это Испания, это Португалия и Кипр. Действуют они, естественно, ну, условно, остановлены, приостановлены для россиян две, Греция и Латвия. Но, собственно, они не были популярны. Греция, безусловно, была востребована, а Прибалтика, в общем, достаточно спорная программа и до 24 февраля была, поэтому очень мало было по ней заявителей в последние годы. Жалко очень, что приостановлена Греция, но по-прежнему доступны Испания, Португалия и Кипр. В Испании инвестиция от 500 тысяч дает получение ВНЖ, Португалия от 280 тысяч евро и Кипр от 300. Второй способ получить ВНЖ, так называемая программа для финансово-независимых заявителей. Она не предполагает инвестиции, это программа для обеспеченных людей, такая логика программы. И эта обеспеченность подтверждается годовым доходом, как правило, из пассивного источника. И пассивным источником считается получение средств от аренды, от дивидендов, акций, депозитов, ну и от деятельности ИП. В принципе, практика рассмотрения заработной платы тоже возможна. Индивидуально с каждым клиентом мы это обсуждаем. Комплектуем кейс так, чтобы он гарантированно подходил под условия программы. ВНЖ для финансово-независимых можно разделить на две части. Это программы, которые требуют проживания в стране 180 дней. И программы, вернее, страны, да, страны, которые не требуют проживания 180 дней. И мы как раз об этой части поговорим подробнее, потому что из всего вала наших заявок, которые поступают на ВНЖ европейских стран, безусловно, самые популярные, наверное, 95% приходится на страны, которые не требуют проживания. Это страны Италия, Франция и Германия. Я буду рассказывать о них подробнее. И еще, Филипп, буквально два слова, какие еще есть программы для получения ВНЖ, чтобы у наших слушателей было такое полное представление. Безусловно, есть ВНЖ по основанию открытия предприятия. Я коротко расскажу, поскольку буду рассказывать про Италию, есть такая программа в Италии, я ее коснусь. Ну и, конечно, студенческие визы для обучения тоже они доступны. И про всю практику, которая сложилась после 24 февраля, пожалуйста, задавайте вопросы, поскольку действительно много изменений, но наша практика абсолютно реальна. И к большому счастью и нас, и наших заявителей абсолютно положительная, нет отказов. Все наши клиенты достигли своих целей и продолжают их достигать. Поэтому сама процедура видоизменена в основном удлинение. Если раньше было чуть быстрее, то сейчас есть определенные сложности, которые мы решаем, и в подачи и записи в разные инстанции, когда подаются документы, и в отправке документов в другие страны, и в осуществлении платежей, но все решаемо. Так что... Окей. Окей. Друзья, один из вопросов, когда мы только готовили и объявили в нашем эфире, от одного из наших зрителей был, можно ли контакты эксперта. Давайте поступим следующим образом. Вот в этом нашем чате сейчас появятся контакты, ну, не конкретно Ирины, а специалистов компаний, которые... Intermark Real Estate, специалистов компаний, которые занимаются тоже этой задачей, с которыми можно будет связаться, ну, во время эфира или после, как вам будет удобно. Давайте тогда поговорим по конкретным странам. Ну, начнем, значит, если есть Италия, Франция, Германия, с Италии, коли ли уж они несколько раз уже было упомянуто, пожалуйста. Да, вот поддерживая твою реплику о том, что есть контакты, вы можете обращаться к нашим экспертам. Вообще команда здесь в Москве у нас очень большая, еще раз повторюсь, по миру 700 офисов в 70 стран, в Москве 270 человек. По каждой стране работают специалисты, как project-менеджеры, которые помогают вам определиться с выбором программы, так и юристы, лицензированные в каждой стране, поэтому это такой полный цикл, и здесь в России вы получаете консультацию, и, естественно, всю полную поддержку в той стране, которую вы выбираете. Итак, Италия. В Италии есть программа для финансово независимых заявителей, а суть ее следующая. Если вы выбираете свой трек на переезд в Италию, поэтому вы получаете МНЖ, то есть в пакете документов есть мотивационное эссе, которое мы помогаем, естественно, и сами его формируем, но логика, она приблизительно такая. Я состоятельный человек, выбрал вашу страну, и моя жизненная навигация когда-то меня приведет уже на постоянное место жительства. Сейчас я вот примеряю, так сказать, вот этот и лайфстайл, и вашу страну, поэтому прошу ВНЖ. Собираюсь часто бывать в вашей стране. Повторюсь, не требующий какого-то фиксированного, долгого проживания. Наша рекомендация бывать раз в квартал, чтобы не было большого перерыва, чтобы не было перерыва между вашими визитами больше 180 дней. Ну, несколько дней в полугодие, я думаю, что есть возможность посещать. Ну, и как правило, собственно, наши клиенты, их мотивация – это получение ВНЖ для следующих целей. А для, ну, сейчас уже, собственно, замена визам, да, часто бывающим в Евросоюзе, потому что ВНЖ Италии позволяет объезжать в страны Шенгена любое количество раз и любое количество дней там пребывать. Наша рекомендация, ну, первый въезд, безусловно, нужно будет сделать в саму Италию, а остальные, ну, стараться делать через Италию, хотя это никогда не было обязательным. Ну, вот именно текущая обстановка все-таки заезжать через страну, в которой у вас есть ВНЖ. Уточнить, уточнить сразу по этому вопросу. Ну, понятное дело, что сейчас, ну, прибалтийские страны в каких-то случаях уже закрыли границы для россиян, в каких-то случаях вот-вот грозятся это сделать. Но, понятное дело, что самый бюджетный маршрут был, ну, по крайней мере, я могу сказать, для петербургцев, для москвичей, либо через Хельсинки, либо, допустим, через Сталин, иногда через Ригу. Если, вот, то есть, все равно рекомендация в данном случае не через Хельсинки, но который пока открыт, лететь в Италию первый раз с таким ВНЖ, а все равно какой-то другой маршрут выбрать через Турцию, Казахстан. Да, то есть, после того, как вы получите визу Д, я подробно по процедуре обязательно расскажу, но вот этот первый въезд, когда вы будете делать, ну, валидацию иммиграционной визы, этого вида на жительство, мы рекомендуем ехать в страну, да, это будет либо Турция, либо Венератор, и дальше прямой рейс в Италию. Хотела еще, кстати, обратить внимание, что, несмотря на то, что вот сейчас пока это не принято, но, очевидно, будет это ограничение введено, на въезд по шенгенским визам других стран, страны Прибалтики, это не относится к владельцам ВНЖ, да, то есть, это все-таки шенгенские визы, россияны шенгенскими визами. Поэтому ВНЖ как раз помогает решить вот эту, одну из важных мотиваций получения вида на жительство для того, чтобы иметь возможность въезда в Евросоюз и в зону шенгена. А вторая мотивация – это те, у кого есть недвижимость за рубежом, стало ей сложнее управлять, ну, или хочется иметь к ней доступ в любой момент времени, такие люди тоже обращаются за управлением ВНЖ. А третья – это те люди, которые имеют счета за рубежом, в частности, в странах Евросоюза, и хотят эти счета защитить, потому что, естественно, почти все россияне получили письма счастья о том, чтобы закрыть счета в иностранных банках, либо предъявить ВНЖ. Поэтому те заявители, те наши клиенты, которые хотят защитить свои счета или открыть счета в Евросоюзе, они должны получить ВНЖ. Вот, поэтому Италия, как одна из стран, которые я перечислила, Италия, Франция и Германия, становится таким популярным и востребованным страной. Значит, какие… Об условиях. Да, да, условия, какие требования к заявителю. Значит, финансовая независимость, я состоятельный человек, должна быть подтверждена в Италии следующими вещами. 30 тысяч евро доход в год из пассивного источника на одного человека. То есть, если семья из трех человек, то желательно показать 90 тысяч евро заработка в год. Даже если ребенок, даже если третий ребенок. Да, да. Ну, то есть, все, кто получает визу, естественно, можно получить вид на жительство всем членам семьи. Заявителем будет кто-то, кто как раз больше всех зарабатывает в этой семье. И он показывает доход, достаточный для всех членов семьи, либо показывает еще доход у других членов семьи. Повторюсь, для Италии важно, чтобы этот доход был пассивный. Скажем так, в Италии это важнее, чем, допустим, во Франции. Во Франции зарплата пока, вот на тех кейсах, которые были после 24 февраля, зарплату принимают. В Италии вот эти 90 тысяч, вы должны показать, что у вас есть, если это семья из трех человек, напомню, да, 30 тысяч в год на одного члена семьи. Это могут быть доходы от аренды, это могут быть дивиденды, это могут быть доходы ИП, и это может быть зарплата топ-менеджера. То есть логика такая, что мой доход не зависит от регулярного похода на работу в России. Я могу достаточно свободно передвигаться по миру, жить и находиться какое-то время в Италии, при этом мой доход от этого не зависит. Вот, собственно, это нужно показать и доказать. Это первое. Второе, у вас должен быть адрес. В общем, доход и адрес – это два составляющих, которые нужно показать и доказать для получения вида нажительства по программе финансовой независимости. Адрес может быть получен двумя способами. Либо у вас недвижимость в собственности, либо у вас недвижимость в аренде. Дальше мы, естественно,… Да, в всякий случай, просто, если я почитаю, речь идет о недвижимости в Италии, в собственности или в аренде. Конечно, в той стране, у которой вы просите ВНЖ. Конечно, мы помогаем и с приобретением недвижимости, и с арендой. Сейчас кейсов, которые больше делают свой адрес через аренду. До 24 февраля в основном были собственники объектов недвижимости. Ну, вот сейчас очень много аренды, поскольку увеличилось и количество заявителей, и, собственно, немножко поменялись причины, мотивы, по которым клиенты хотят получить ВНЖ. Вот, собственно, и все, естественно, доход должен быть подтвержден, должен быть чистый, хороший комплайенс. За какой срок? За какой срок уже подтвержден? Обычно мы показываем 1-2 года. То есть, если вы сегодня подаетесь, то мы показываем доход, это 2 НДПЛ, 3 НДПЛ за 2021, иногда 2020 год. И, собственно, дальше, после того, как мы скомплектовали пакет документов, мы подаем его в консульство здесь, в России. Есть визовые центры, аккредитованные в разных городах. И сейчас особое искусство это, собственно, вас записать. По сроку, это тоже важный вопрос, который задают наши клиенты, в среднем нужно ориентироваться на 4-6 месяцев. То есть, достаточно увеличился срок по ожиданию записи в визовый центр на подачу документов. Вы обязательно должны это сделать лично. А после того, как мы поймали слот по времени, дальше мы, собственно, ожидаем вот этой записи, вы приходите, подаете документы, и после этого рассмотрения по Италии может длиться от 2 недель до 2 месяцев. Раньше это было достаточно быстро, средний срок был 3 недели до 24 февраля. Ну, вот все наши кейсы, которые мы подавали весной и летом, наверное, средний срок будет где-то около 6, даже 8 недель. Ирина, еще уточняющий вопрос по поводу недвижимости. Недвижимость в собственности и недвижимость в аренде. Это популярный вопрос. О какой недвижимости, в принципе, здесь идет речь? Что это должно быть? И есть ли какие-то критерии по цене этого объекта, что в аренде, что в собственности? Таких четких определений в самом законе нет, но есть сложившаяся практика. В законе говорится только о количестве метров, необходимых для каждого человека. Это небольшой на самом деле размер. И обычно квартира для трех человек, если это двое взрослых и ребенок, достаточно одна спальная, двухспальная квартира. Чем дороже объект, тем больше лояльность будет у того, кто будет принимать решение в консульстве о выдаче вам вида на жительство. По аренде нашей рекомендации, это не менее 1000 евро в месяц, ну, около 1000 евро, да, там 800, 1200. Это, повторюсь, программа, даже суть этой программы и название этой программы для финансово независимых заявителей. То есть, в общем-то, вы должны доказать, что вы финансово независимый, вы обеспечены и не будете, так сказать, обременением для государства. Поэтому все атрибуты обеспеченности, они у вас должны быть в том числе и в недвижимости. Ирина, еще все-таки тогда один вопрос. Если мы говорим о том периоде, который прошел после подачи документов, то есть все документы оформлены, ты подтвердил, ну, право собственности понятно, чем аренду, наверное, нужно предоставить арендный договор. И вот до того момента, когда итальянские власти выносят решение, дай бог, чтобы оно было положительным. Есть ли какая-то история с затребованием каких-то дополнительных бумаг или по большому счету это принцип одного хода? Отправил, жди. Ну, поскольку мы профессионалы, у нас до запросов не бывает. Но вообще бывают, безусловно, разные случаи. Теоретически может что-то дозапросить, но, как правило, это какой-то документ, который не приложили в составе или, допустим, консульство усомнилось в каких-то документах или не разобралось. Но в основном, если вы, так сказать, работаете с профессионалом, то это одноходовая операция. После того, как вы сдали документы, вы ожидаете какое-то время от двух до восьми недель, и ваши паспорта в этот момент находятся в визовом центре, в консульстве. И после того, как вы одобрены, вам вклеят визу D. Виза D является миграционной, сразу дается на год. Это и есть, по сути, согласование ВНЖ. После этого вы должны сделать валидацию визы, въехать вот этой визы D этого ВНЖ. Вы должны въехать на территорию страны. Повторюсь, рекомендуем въехать и открыть визу именно через, прямо, не через страну шенгена, другую. И по своему адресу, в квестуру, которая закреплена за вашим адресом, который вы подавали в пакете документов, сдать документы, которые мы вам собрали. Обычно наши клиенты, ну, 70, наверное, процентов, делают это самостоятельно. Ну, и поскольку мы оказываем поддержку в Италии, если вам это нужно, мы вас, так сказать, сопроводим, отведем вас. Куда тут еще раз? В квестуру, ну, это муниципалитет, куда вы, окошечко специальное такое у вас будет, адрес, полная инструкция. Вы просто должны сдать этот пакет документов. Вам выдадут бумажный квиток, который, по сути, является ВНЖ, да, вот этой карточкой видов на жительство. Повторюсь, что виза Д, она и является уже согласованием вида на жительство, иммиграционная виза, которая подтверждает ваше право нахождения на территории этой страны и всего Евросоюза в течение года. После, в течение пяти лет, как во Франции, как в Италии, так и во Франции, вид на жительство через финансовую независимость продлевается три раза. Через год, потом через два на третий и еще через два на пятый год. И вот как раз на пятом году использования и, так сказать, продленного вот этого ВНЖ вы можете подавать на постоянное место жительства, на ПМЖ и подавать документы на паспорт. Ожидание паспорта будет долгим. Это в лучшем случае во Франции будет порядка двух лет. В Италии при определенных, скажем, выполнении определенных процедур это пять лет, то есть еще плюс пять лет. То есть на десятый год можно ожидать получения паспорта. Но вот само продление в течение вот этих пяти лет, оно совсем несложное. То есть вам нужно повторно обратиться вот к Вестуру или префектуру во Франции и подтвердить, что у вас по-прежнему сохраняется доход, необходимый для ВНЖ по финансовой независимости. И у вас по-прежнему есть адрес. Как правило, мы даем, безусловно, все инструкции. Это достаточно простое действие. Вот. И на первом продлении будет выдана уже пластиковая карточка вида нажительства, которую вы всегда перед пересечением границы будете показывать. Окей. Вот, собственно, вся процедура. Ирина, сразу вопрос. В Италии. Да, вопрос от нашего слушателя. Ну, несколько неожиданный, но уж какой есть. Для оформления ВНЖ можно ли в качестве адреса указывать яхту и договор с Мариной? Какой-то? Вы знаете, можно попробовать. Сразу могу сказать, такого кейса не было, и поэтому не могу сказать, какая будет практика, но точно, вероятно, у вас есть аренда в Марине места. Теоретически, оно может быть признана местом для регистрации проживания. Нужно смотреть, какая юрисдикция у самой яхты, под каким это все флагом. То есть там, видимо, будет куча нюансов. И с ними нужно разобраться, чтобы утвердительно ответить. Пожалуйста, запишитесь на консультацию к нашим экспертам. Консультация бесплатна. И можно будет подробно разобраться, возможно ли использование такого способа. Второй вопрос. При подаче на ПМЖ уже через 5 лет будет ли некая проверка по срокам проживания? Или как раз вот здесь это не принципиально? То есть нужно ли проживать больше всего года в году? Здесь мы можем опереться только на предыдущую практику. Вот эту новую практику после 24 февраля, ее физически еще нет. То есть есть практика получения ВНЖ, и она успешная, то есть ВНЖ выдают. Но как будут смотреть на проживание русских, вот в будущем? Мы пока не знаем, поэтому по практике предыдущих лет не проверяли проживание. И, как правило, не смотрят даже на штампы пересечения границы. Особенно вот Италия и Франция, они достаточно лояльны. В Германии все-таки все это построже, и сама процедура такая вся посложнее. Поэтому для Италии и Франции было характерно отсутствие каких-либо проверок. В принципе, им было достаточно, что у вас есть адрес, у вас есть недвижимость, где вы можете проживать, и у вас есть доход, вы не являетесь обременением для государства. Главное, чтобы у вас не было нарушений. Но если вы в течение года ни разу не были в Италии, то вероятность отказа существует. А таких, скажем, кейсов, когда человек не приезжал, они есть, вот с учетом как раз ковида. Люди просто технически не могли это сделать. Им продлили ВНЖ. Это такие реальные кейсы. Но как будут смотреть на такую практику в условиях отсутствия ковида и уважительных, известных всем причин, то есть это все-таки причины и ограничения, которые вводились, они вводились сами государствами. То есть это государство сказало, что нельзя въезжать, оно ограничило возможности для въезда. Поэтому, наверное, это будет зависеть от реальной ситуации. То есть если вы подтвердите какими-то документами, что у вас объективно не было возможности вообще въехать, я думала, что, ну, я хочу, да, сейчас он у меня появляется. То, скорее всего, вам этот ВНЖ продлят, если не будет, ну, вот совсем какой-то аллергии на россиян, на Евросоюзе, такой прям совсем радикальный. Окей. Хорошо. Недалеко отъедем от Италии, переносимся во Францию. Некоторые моменты уже были вами озвучены, но давайте все-таки о французской схеме, чем она отличается от Италии, сложнее, проще или так далее. Да, с одной стороны, она проще, и достаточно много у нас заявителей сейчас по Франции. Она отличается от Италии, чуть-чуть поменьше требуется годовой доход. Повторюсь, что Франция даже принимает зарплату. 25 тысяч евро нужно показать доход в год на человека. Достаточно лояльные и быстрые условия согласования и выдачи визы Д. То есть ожидание сейчас записи в визовый центр консульства занимает где-то порядка двух месяцев, а согласование виз и выдача визы Д обычно происходит за 2-3 недели. То есть рассмотрение во французском посольстве происходило за эти последние полгода быстрее, чем где-либо. Какое есть отличие, кроме стоимости? Условия те же, да, вы доказываете, что вы финансово-независимы, у вас есть адрес, собственно, селе аренда. Желательно, конечно, чтобы показывали счета зарубежные, но не обязательно. Такое требование, просто, наверное, это будет преимуществом. Скорее наша рекомендация, чем кто-то у нас из консульства это запрашивал. Но во Франции есть одна особенность. Если у вас есть несовершеннолетние дети, то эти дети должны учиться во французских школах. То есть при продлении вы должны показать, помимо классических документов, которые вы показываете в Италии, то, что дети учились, или у вас есть контракт, есть некоторые возможности, скажем так, оформления контрактов учебных, но тем не менее, вот эту особенность надо учитывать. И эта программа будет, если вы не планируете проживание и обучение детей во французских школах, все-таки больше подходит для тех, у кого дети взрослые, либо кто подается без несовершеннолетних детей. Речь идет, простите, о любых французских школах, то есть муниципальных или какой-то частной школе во Франции непринципиально. Абсолютно. Даже вот сейчас у нас есть кейс, когда у ребенка контракт со спортивной школой, и она удаленно учится в России. То есть есть разные возможности, опять же, несмотря на то, что это вообще такая характеристика для всех иммиграционных программ, несмотря на то, что они стандартные, это государственные программы, четко сформулированные в законе, каждый кейс индивидуальный. Всегда есть нюансы, всегда нужно правильно собрать документы. Мы как профессионалы, естественно, это знаем, подсказываем и комплектуем документы так, чтобы вы гарантированно получили ВНЖ. В этом смысле ВНЖ по финансовой независимости их правила все-таки в некотором смысле более размытые, чем правила, скажем, золотых лиц, где просто цифры более жесткие. Здесь вот вы сами говорите, что есть некие возможные колебания, хотя общий порядок цифр, которые нужно показать, он, в общем, понятен. Именно так, да. То есть эта программа проще. Эта программа в силу того, что есть небольшое количество ограничений и требований в ней, она позволяет, естественно, иметь какие-то вариации. У золотых виз все-таки основная задача – это инвестиция. То есть инвестицию в силу особенностей текущих осуществлений платежей в недружественные страны из Российской Федерации, в ней возникли различные нюансы, это стало чуть сложнее. Но не могу сказать, что в золотых визах нет каких-то нюансов, потому что откуда возникают эти индивидуальные особенности кейса? Они возникают из-за того, что у всех семей разная ситуация. Где-то нужно добавить родителей, где-то были разводы, потом браки, где-то гражданские браки. По разным причинам люди хотят отражать или не отражать какие-то документы, комплайнс. То есть это всегда очень много нюансов и особенностей, которые нужно знать, и они исключительно из практики складываются, они никак не урегулированы законодательством, поскольку, ну, как это, в общем-то, любой процесс, да, есть закон, а есть практика. Это вам скажет любой юрист. Окей. Ирина, тогда еще один вопрос. Опять же, вот в случае с золотыми визами, там более-менее просто, кто имеет право из членов семьи претендовать, да, там просто закон четко говорит. Где-то родителей можно, где-то нельзя, где-то совершеннолетних детей можно, где-то нельзя. Возраст у всех детей, что называть совершеннолетним, у всех отдельно определяется. Как здесь, вот, понятие основного заявителя, понятие тех сумм, которые ты должен приложить, если хочешь, скажем, чтобы родители твои тоже получили такой вид на жительство. И как, ну, размер, площадь квартиры или вообще ее масштаб соотносится с тем количеством людей, на которых ты хочешь получить вид на жительство. В Италии, во Франции. Ну, Филипп, вы, собственно, все сказали. Основное условие – это доказать, что у каждого, кто идет в заявке, есть необходимый доход, да, решить, кто идет спонсором, если, ну, допустим, у ребенка и у пенсионера нет собственного дохода, да, то есть тогда выделяется какой-то общий спонсор семейный, да, кто говорит, а вот у меня дохода здесь хватит на всех. Вот, в принципе, нет ограничений, это скорее там вопрос о комплектации досье, да, будет это два пакета документов или один пакет документов, да, это не так существенно. Вот, а теперь по объекту недвижимости обязательно нужно показать, что всем, кто есть в заявке, неважно, это одна заявка, две заявки, все, кто подаются, имеют достаточное количество метров квадратных, и у них есть где проживать. Допустим, наша рекомендация и для того, чтобы было положено решение, если дети разнополые, то должно быть две спальни, да, то есть опять повторюсь, ну, как бы у каждого ребенка должна быть спальня. Мы должны доказать, что вы финансово независимый человек, да, есть норматив по квадратным метрам, он настолько небольшой, что вот, ну, из практики хватает всем, то есть это 18-22 метра в зависимости от страны, то есть, в общем-то, тут скорее надо не через метры мерить, да, и надо понимать, что человеческий фактор того сотрудника, кто будет принимать решение, кто рассматривает ваш кейс, да, вот весь кейс и все документы в этом кейсе должны подтверждать, что вы финансово независимый человек. Вот, наверное, это основное условие. Окей, ну, давайте теперь перейдем к Германии, третья страна, которая не только предлагает ДНЖ по финансовой независимости, но и, как и Франция, Италия, не обязывает жить в 183 дня плюс. Да, Германия более сложная программа, она, во-первых, не имеет вот такого четкого фигурира, четких формулировок, а скорее она звучит как исключение из правил, вот, все, что не запрещено, то разрешено. Это первое. Какие требования и что будет подтверждать вашу финансовую независимость? Во-первых, это наличие активов стоимостью не менее миллиона евро, но активы могут находиться в любой стране. В России, в других странах активы, это могут быть недвижимость, любые акции, облигации, все, что, ну, в общем, попадает под определенный актив и деньги в том числе. А дальше это доход не менее 5000 евро в месяц на одного человека. То есть доход в год получается 60 тысяч евро на одного человека, это должен быть пассивный доход. Здесь зарплата уже сильно сложнее. Вот, в целом, если есть еще какие-то доходы, да, и, ну, такой смешанный комбо-вариант и зарплата, и пассивный, это еще можно как-то рассмотреть. Но Германия, безусловно, более сложная программа. И действительно, если Франция, Италия, это программа, которая подходит для миддл-класса, то немецкая программа подходит действительно для очень обеспеченных людей. В общем-то, условия ее те же, да, то есть формируется пакет документов, должна быть недвижимость, преимущество, когда у вас есть какие-то объекты недвижимости на территории Германии. Здесь однозначно запросят счет, с которого вы планируете оплачивать объект аренды, если вы пошли через аренду. И вот то, что я говорила в самом начале, рекомендация, конечно, чтобы была четко понятна, как оплачен договор. Вот, чтобы избежать дополнительных вопросов, мы рекомендуем иметь годовой контракт, подписанный и, может быть, даже оплаченный договор аренды на год. На все договоры, во всех этих, договоры аренды во всех этих юрисдикциях, они регистрируются, являются официальными, регистрируются, ну, наподобие нашего Росреестра. Поэтому, вот, собственно, все процедуры, которые касаются оформления этого договора и оплат, они тоже, в общем, достаточно четко структурированы. Из практики, безусловно, из-за того, что программа Германии, ну, так скажем, относится к, подходит для клиентов очень обеспеченных, она менее популярна, да, хитами, естественно, являются Франция и Италия. Поэтому кейсы, которые у нас после 24 февраля, их меньше, но они проходят, в общем-то, тоже по достаточно такому позитивному сценарию, нет отказов. В среднем комплектация документов, ну, вот, как-то так, из практики сложилась, происходит дольше по Германии, и получение, согласование вида визоды и вида на жительство Германии занимает где-то около шести месяцев. В дальнейшем точно так же происходит продление. Для продления нужно более тщательно готовить документы, и здесь мы рекомендуем иметь четкое подтверждение нахождения на территории Германии в течение периода, когда, перед тем, как вы подаетесь на продление. То есть это может быть какие-то оплаты счетов, оплаты коммунальных счетов, получения корреспонденции, ну, и любые другие подтверждения вашего нахождения на территории Германии. Ну, наверное, вот, что касается этих программ, это достаточный объем информации для нашей трансляции, да, и детали будет правильно рассматривать уже на личной консультации с нашим экспертом, поскольку, повторюсь, есть индивидуальная особенность у каждой семьи, у каждого кейса. Есть, безусловно, да, ну, и частные вопросы. Мы приглашаем наших зрителей обращаться, ну, и к Ирине, и к ее коллегам в тех случаях, когда вопросы такие действительно будут. Все-таки хотелось бы еще уточнить буквально на уровне перечисления те программы по виду на жительство, по финансовой независимости, которые требуют, которые работают, но при этом требуют проживания. Ну, там, 183 дня плюс. Да, вот я бы связала этот вопрос с теми вопросами, которые мы получили перед или во время регистрации на эту трансляцию. Это прямо связано с налогами. Допустим, в Португалии есть две программы, да, это программа «Золотая виза», где основное условие – это инвестиция. Ну, например, в Португалии есть и программа финансовой независимости. Она требует проживания 180 дней. Это постоянное проживание по месту, адресу. Здесь могут быть проверки, да, вы должны, так сказать, подтвердить, что вы находитесь действительно по вашему адресу проживания. И здесь у всех программ, которые требуют проживания, сразу возникает прямой риск по налоговому резидентству. Значит, у нас вот как раз был вопрос, я к нему тоже так плавно перейду, что финансово, что налоговое резидентство, оно возникает исключительно и зависит от срока, ну, за исключением единственной страны Америки, да, где грин-карта, где паспорт автоматически делает вас налоговым резидентом Америки. Во всех странах это в основном требование 180 дней. Вы должны, если вы находитесь на территории этой страны, вы становитесь ее налоговым резидентом. То есть, отвечая на вопросы, которые были у наших слушателей, если вы, допустим, получили ВНЖ в Франции и находитесь на территории России 185 дней, вы будете налоги платить в России. Вот. А если вы воспользовались программой финансовой независимости, где требуется проживание, то, скорее всего, вы станете налоговым резидентом той страны, ну, вот, допустим, я привела к примеру Португалию, то есть вы станете налоговым резидентом Португалии и будете платить там налоги по тем там ставкам, которые определены государством. Соответственно, повторюсь, что из нашей практики, ну, и вообще из логики даже вот такой обычной обывательской, правильнее, выгоднее и целесообразнее выбирать программу где не требуется проживание. Уточнить еще можно тогда один вопрос, он тоже возникал. Ну, границ в Европе все-таки нет. Вот, предположим, заявитель въезжает в Италию и непосредственно в Италии он находится, ну, там, месяц или, ну, меньше ставочки 10-ти трех дней. Но вот зону Шенгенского соглашения, Шенгенскую зону, он не покидает больше. В этом случае для итальянских властей он находился в Италии все это время и, соответственно, должен быть налоговым резидентом или это не всегда так? Ну, конечно, не всегда так. Вопрос, как будет оформлять свои документы конкретный человек. То есть, в общем-то, налоговая отчетность является обязательством налогоплательщика, да, именно он должен подать документы в той стране, где он считает себя налоговым резидентом. У каждой страны есть право оспорить доплату или недоплату тех или иных налогов. В принципе, Италия может, особенно это будет для людей с большим доходом, поспорить с какой-то другой европейской страной, посчитать вас налоговым резидентом. Помимо 180 дней, есть еще такое, 183 дней, если быть точным, есть еще такое правило, центр жизненных интересов. Да, то есть, допустим, две страны в Европе спорят за то, что вы их налоговый резидент. Ну, в каких случаях это может возникнуть, да? Ну, если вы привлекли каким-то образом налоговую, внимание налоговых органов, да, вы не подали отчетность. Вот сейчас, с учетом отсутствия автоматического обмена, да, и, видимо, разных осложнений по взаимодействию между нашими странами, безусловно, файлинг, доказывающий, что вы являетесь резидентом какой-то страны, налоговым резидентом, он в большей степени будет лежать на конкретном налогоплательщике. То есть вы собираете документы, подтверждающие, что вы находились или не находились на территории страны 183 дня. Первое, это, безусловно, визовый режим, да, это штампы таможни, паспортного контроля. Второе, это оплаты. Всегда по IP-адресу видно, с какой страны вы оплачивали. Третье, и какой картой какого банка вы оплачивали, откуда идут транзакции, за что они идут. Третье, это телефонная связь, ну, и другие подтверждающие документы, что вы не находились или находились на территории этой страны то или иное количество времени. Окей. Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, что сейчас уже вполне то время, когда можно будет всем желающим перейти к частным вопросам, которые Ирине и ее коллегам вы можете задать, обратившись к ним. Еще раз Ирина Мошева, партнер компании Intermark Real Estate, это ранее Savils в России. Ирина, ну, понятное дело, что такая тема, невозможно ее раскрыть от А до Я, но мы с вами еще непременно будем встречаться в рамках наших стримов. А еще раз для тех, кто, может быть, присоединился чуть позже, скажу, что сегодня вечером или край, завтра утром мы опубликуем отчет видео, то есть, собственно, видео загрузим нашего стрима, а в ближайшие дни также опубликуем и подробную расшифровку, может быть, даже с некоторыми дополнительными вопросами, которые, ну, в рамках этих 50 минут мы осветить не успели. Ирина, спасибо огромное. До встречи. И, кроме как, еще раз спасибо, даже больше сказать, еще не могу, исчерпывающий рассказ. Очень рады такой возможности. Спасибо большое. Да, обращайтесь по всем вопросам, когда вы хотите оформить ВНЖ или какой-то миграционный статус. Если у вас есть вопросы по приобретению объектов недвижимости за рубежом для инвестиций, для перестановки капитала, для получения ВНЖ или паспорта, всегда будем рады вас услышать, увидеть в нашем московском офисе или в 700 офисах наших, которые находятся в 70 странах мира. Спасибо за ваше внимание. Пожалуйста, обращайтесь к нашим экспертам. И до новых встреч. Итак, Ирина Мушева, партнер Intermark Real Estate Service. Я от себя в конце хочу еще пожелать всем мира и здоровья. И обратите внимание, что на следующей неделе у нас будет один вебинар по Эмиратам не на этой платформе, а уже в клик-митинге. Поэтому на сайте вы можете зарегистрироваться. Эта бумажечка упала, но она уже сейчас, видимо, не совсем актуальна. И был вопрос от одного зрителя, он обращался уже, скорее, не совсем по теме нашей сегодняшней дискуссии. Интересовала недвижимость Словении, когда мы о ней будем говорить. Вы знаете, вот есть вопрос, есть ответ. Как только появился вопрос, значит, в ближайшее время мы в стриме поговорим о недвижимости Словении. Ирина, спасибо огромное. Всем до встречи. Всего доброго.